МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я решил опубликовать эти кадры, потому что, мне кажется, в этот день в Екатеринбурге прошла одна из самых эпичных церемоний фейс-ту-фейс в российских единоборствах. Выше только неба. Башня Высоцкий в Екатеринбурге как бойцовский олимп. Александр Шлеменко и Александр Ильич приблизились друг к другу на расстоянии удара на высоте две сотни метров. Съемка идет на территории фитнес-клуба, и нам сказали, надеть так. Я в такой домашней атмосфере еще не снимался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ильич, привет, ты его не увидишь, да? Вот буквально на одном этаже выше. Сейчас 56-й у нас этаж. А у него, вон он, подсматривает, как я купаюсь. Как долго под водой можете проплыть? 50 метров? То есть до конца, от борта до борта? Нет, здесь не 50 метров. Здесь-то налегке. Проползти здесь. Ну что тут, 10 метров сколько? 15, наверное, максимум. Вообще у меня 50 метров переныриваю, переныриваю. Водичка вообще отличная. Не знаю, она с подогревом, по-моему. Потому что, я думаю, тут 30 с чем-то грался, 34, наверное. Может, это вы ее нагрели после тренировки? Да, потом капало. Но на самом деле тут жара. В Екатеринбурге жара, поэтому и вытечка-то гайки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Шлеменко на высоте во всех смыслах. Утренняя тренировка на самом высоком небоскребе в Екатеринбурге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А он столько же сказал, что бойца высоты вишен отказался. Соперникам. А я нет. Я же вообще на самом деле занимался туризмом, горным альпинизмом. И поэтому, ну, слава богу, не боюсь ее высоты особо. Первая маленькая победа? Да, первая победа сегодня состоялась уже. Поэтому, ну, это радует. Радует. То есть у него есть страхи, у меня их нет. Вот, вот и вся. Вся, да, уже есть разница. И она, кстати, нет, это смех смехом, но это лишний раз показывает, какие у нас русские люди, они отличаются. То есть мы с детства растем в более жестких условиях. То есть высота, она нас не пугает. Серб, казалось бы, тоже вроде бы они близки к нам, но уже боится ее, да? Там еще какие-то моменты, они нас не пугают. Холод, тем более, сибиряков не испугает. Я не то что боюсь высоты, просто этот маленький мост и слишком устойчив для тренировки. Поверхность неудобная. Здесь-то о крыше гораздо проще. Но даже сейчас, если посмотреть, то он габаритнее. Сейчас, знаешь, на самом деле сложно. Почему? Потому что он на сгонке веса. Знаешь, бывали у меня такие случаи, смотришь, перед взвешиванием, он вроде бы не такой уж здоровый, а потом просто как шарик. Хуп! И надувался. Это ему за счет роста гонять больше. То, что ему гонять больше, это и преимущество, и недостаток. Во-первых, он восстановит, если успеет восстановиться, то он будет больше. А во-вторых, он себя изнуряет сильнее на весы гонки. Я не знаю, насколько он себя тяжело изнуряет. Сейчас довольно он хорошо себя чувствует. Его не заносили сюда, он сам ходит своими ногами. Поэтому я не вижу, что он прям себя так жестко изнуряет. А то, что больший вес, конечно же, это дает преимущество. Сложнее бороться, плюс в клинчах он будет выигрывать позиции. Ну как, не будет, я думаю, но вообще должен якобы, по теории. Но вы не очень много гоняете. Ну да, я сейчас уже вешу 87-700, я проснулся, поэтому потихоньку опускаю. Вообще я не любитель гонять был. Не знаю, многие говорят, что это не совсем профессионально. Может быть, но как-то вот выступаю в более высокой категории. Я выше и шире, побольше Шлеменко. Но он лучший в мире боец. Он в отличной форме, но и я матерая рубака. Мы оба закатим шикарный бой для болельщиков России и всего мира. Загорать? Пользуюсь случаем. Ну, не так часто получается быть загорелым. Вот сейчас как раз лето, немного в Омске подзагорел. Но у нас сейчас, говорю, с солнцем проблема. У нас сейчас температура почему-то упала, странное лето какое-то. Обычно тоже у нас в августе было тепло. Витамин Д надо же пользоваться. Зима длинная будет, тяжелая, холодная. Поэтому надо восполнять в любом случае. Пытались вы перестроить тренировки? Пытались немножко там где-то, может быть, побороться, потому что Ильич не очень хорошо борется? Или что-то в этом духе? Или продолжали уже делать то, что делаете, потому что уже за такой короткий промежуток ничего не исправить? Нет, конечно, были внесены определенные коррективы, потому что соперник поменялся полностью. И я бы так сказал, наверное, полная противопорность маги. Да, если мага, к примеру, маленький взрывной такой коленастый борец, то здесь высокий росовый ударник. Единственное, что у них схоже, только что они оба левши. И, ну, наверное, и все. А так, конечно, были внесены большие коррективы, и в короткие сроки мы полностью поменяли работу. Полностью. Неужели мы увидим Александра Шельменко в борьбе? Вы знаете, ну, Александр готов ко всему, и, возможно, побороться тоже будет готов. Опять же, если представится возможность. Он умеет бороться, но не любит. Не любит, потому что ему нравится показывать именно зрелище, зрелище людям и делать красивые зрелищные поединки. Один вопрос, если бы я готовился конкретно под Ильичем, все-таки я готовился под невысокого мага, который ниже меня рос, но будет бороться. А здесь все-таки корявый кикбоксер, который будет драться еще и левша. Поэтому я больше из-за этого переживаю, не из-за того, что там он какой-то высокий, габаритный. В моем, вернее, в моем обыдке есть очень много бойцов, и повыше были бойцы. Поэтому меня особо это не заботит. Меня заботит то, что как прошла подготовка, успел ли я перестроить ее. Согласитесь, круто, когда звезды уровня Александра Шлеменко так открыто общаются перед боем. Шторм пытается сделать каждую формальную, иногда и рутинную процедуру перед поединком максимально интересной. Шлеменко не боится и не уходит от неудобных вопросов, искренне говорит, иногда напрямую, иногда через журналистов со своими болельщиками. Без дежурных фраз и калик в духе «ринг» или «клетка» покажет. Вот за таких спортсменов потом болеют, ломая телевизоры. Друг, если ты досмотрел ролик до этого момента, огромное тебе спасибо. Мы тратим очень много сил и ресурсов на создание этих выпусков. Экспериментируем со сценариями, музыкой, стилем. И единственное, как мы можем понять, что все это не зря, это твоя активность. Подписывайся, пиши комментарии. Мы все читаем и мотаем на ус. Вместе мы будем создавать интересный контент, который, как удары, пропускать нельзя. Мы обрушим на тебя тонну гигов-эксклюзивов.